Всем привет! Сегодня подборка полезных советов и секретных приспособлений. Поехали! Начнем с идеи для торцовочной пилы. Давно она не может найти у меня своего места. Накидав небольшой чертежик, приступаю к запилу заготовок. Работать буду с бруском 3х5 и в первую очередь отрезаю 4 бруска по 70 см. Первые 4 заготовки готовы. Теперь снова 4 отрезка уже по 64 и потом еще 4, но чуть-чуть поменьше. Ну а теперь погнали собирать! Получился вот такой кубик-рубик. С виду выглядит хлипко, но это только начало. На стол пошла фанера 15 мм. Это будет столешница. Делаю разметку и отрезаю дисковой пилой. Накидываю на каркас, беру в руки пистолет, скобы и полетели. На стенке я решил использовать фанеру 8 мм. Кладу на стол, размечаю, пилю и прибиваю. Чтобы наша тумба передвигалась по любой точке мастерской, поставлю на колеса. Взял набор колес с Алиэкспресс. Выглядит добротно. Засверливаю отверстия и закрепляю на свои места. Ну и обязательно тест-драйв. Колеса хороши. Можно пользоваться. Тумбу делаем многофункциональной, чтобы не терять любое пустое пространственное место. И на стол кидаю фанеру в 10 мм. Делаю разметку и пилю на заготовке. Где-то дисковой пилой, где-то торцовкой, где-то циркуляркой. В общем, чтобы было максимально просто и быстрее. Собираем по-простому пару четких ящиков. Использую водостойкий клей ПВА и закрепляю на скобы. Рельсы для ящиков сделал из бруска с упором. Посадил все на саморезы, клей и скобы. Короче, намертво. Чтобы ящики были модны, достаю из-за кромах пару красивых ручек. Когда-то закупался на Али и взял с тебе десятка-два. В хозяйстве реально пригодится. Особенно, когда у вас два маленьких карапуза. От комода ручки отлетают на ура. И, кстати, друзья, все ссылки на товары с Алиэкспресс оставлю в описании под видео. Вдруг кому тоже пригодится. Поставив ящики на свое место, проверяем работоспособность. Все работает отлично. Едем к финишу. Ставим торцовочную пилу и закрепляем на болты. Готово. С виду, кажется, столик маловат. Ну, как бы по высоте. Но тут есть фишка, друзья. Высота платформы торцовочной пилы равна высоте всем моим верстакам в мастерской. Поэтому доску теперь можно обрабатывать, ну, в буквальном смысле, где угодно. Короче, в любой точке мастерской. Так, погнали дальше. Следующая интересная идейка тоже вам пригодится. Для начала работаю с бруском 2х5. Нарезаю все необходимые заготовки. Кидаю на стол и собираю два ровных квадрата каркаса. Затем десятая фанера, разметка, отпил, ПВА-клей и скобы. Получилось два вот таких ящика. Кладу друг на друга и добавляю пару петель, чтобы наш чудо-темодан открывался. А вовнутрь поставлю пару мебельных пневматических пружин. Брал тоже на Али. Стоит недорого, да и в комплекте аж 4 штуки. Проверяем работоспособность. Классно, прикольно, ржачно. Работаем дальше. Заготавливаю три бруска. И делаю разметку каждые 2 сантима. В одну сторону прочертил десятка два линий. А во вторую сразу накалывал отверстие под будущее сверление. Засверливаться буду разными сверлами. Тут и 6, и 8, и 10, и 12. В общем, крутим, вертим, пылесосим. Чтобы упоры были функциональнее, срезал с одного края угол в 10 градусов. Но потом посмотрел и понял, что если обрезки эти перевернуть и приклеить наоборот, то вообще будет отлично. Ну и, конечно, устанавливаем. То есть прикручиваем наш чудо-арсенал к стене. И получается интересный органайзер на пневмопетлях. Если, кстати, немножко поколдовать, то он сам автоматически наполняется всем необходимым расходным материалом. Можно было, кстати, сделать и боковое открывание. И задействовать даже дверцу под оснастку. У меня даже есть автоматическая закрывающаяся петля. Тоже куплена на Али, но я решил сделать так. Хотя расходки и разных интересных плюшек у меня очень много. Набрал ручки, вешалки, там цветные, нецветные, серебряные, золотистые. Ну и самое главное, десяток дверных ограничителей. Так как скоро буду вставлять двери к себе в дом. И они точно понадобятся. Установить такой дверной магнитный ограничитель очень легко. Клеится на двухсторонний скотч к полу и второй элемент к двери. Ну, либо на саморезы, которые идут в комплекте. Тут уже как удобно. И буквально 5 минут и ваша дверь не бьется об стену. Да и при необходимости можно открыть дверь и зафиксировать. Ну, например, при заносе той же самой мебели в помещении. Сейчас покажу вам еще одно нестандартное решение. Беру фанеру и делаю разметку. Затем врезаю небольшой квадрат. Далее на эту фанеру зацеплю пару кронштейнов. Они интересны тем, что складываются. Брал тоже на Алиэкспресс. Удобно, кстати, делать тот же откидной стол или стеллаж, или полку, верстак, или боковой верстак. Короче, фантазий полно. Но я сделал вот что. Закрепив кронштейны на саморезы и немножко поджарив газовой горелкой, иду к себе в кабинет. Работая у компа, бывает, находишь идею по картинке и пытаешься ее зарисовать, или проработать, или доработать. А по-быстрому на стене не напишешь. Поэтому установил себе вот такой откидной столик. На нем, кстати, можно без проблем и тоже самый чайник поставить, чашки, то есть и даже микроволновку. Но я еще взял пару шайб и шпильку. Вкрутил шайбы по бокам и зафиксировал рабочую тетрадь с помощью шпильки и пару гаек. Теперь можно легко откинуть столик и быстро записать мысль. Накидать чертежек. А когда столик не нужен, просто складываем кронштейны, и у нас перед глазами все наши заметки. Идеи, цели, задания. В общем, идея мне понравилась. Удобно, практично. Ну, а там посмотрим. Напишите в комментах, друзья, какая вам идея зашла, и что бы вы доработали или сделали по-другому. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик. Всем желаю хорошего настроения, добра, удачи, позитива. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok